Алексей Валерьевич, ваша книга о Михаиле Бахтине вышла в серии РЗЛ. Вы как-то сказали, что сегодня, чтобы написать и издать книгу, нужно набраться определенной наглости. Мне кажется, чтобы написать книгу о Михаиле Бахтине, нужна дополнительная порция наглости. А чтобы понять, почему это так? Давайте вспомним, кто такой Михаил Бахтин вообще. Отвечая на этот вопрос, мне, конечно, будет трудно избежать скатывания в привычный формат лекции для студентов или выступления на конференции. Я думаю, что желающий любой может вбить в поисковике имя и фамилию этого ученого и с легкостью найдет соответствующие сведения, где перечисляются его труды, идеи, повлиявшие на современные гуманитарные науки. Но поскольку у нас все-таки формат интервью, а не такого академического общения, я скажу очень кратко по возможности. Михаил Бахтин – это один из тех немногих людей, который внес вклад в создание того языка, которым пользуются представители самых разных гуманитарных наук. То есть ученые, видимо, могут быть разделены на две группы. Это те, кто работает уже в каких-то созданных нишах и те, кто создает вот эти самые ниши. А для науки, в том числе гуманитарной, самое главное – это как раз словесные упаковки. Вот Бахтин сумел создать такого рода словесные тары, корзины, в которые ученые потом могли вкладывать свои собственные мысли или которые им по наивности казались своими собственными. То есть Бахтин – это действительно одна из таких знаковых культовых фигур минувшего столетия. Но тем не менее он остается в популярной науке и в топовых авторах. Безусловно остается, но я полагаю, что, наверное, все-таки Бахтин сейчас в наши дни – это скорее фигура культовая для ученых на постсоветском пространстве. Чего греха таить? Бахтин – это такая первая эфологическая любовь любого студента до гуманитария, и интерес к его трудам, почтение к его имени, оно как бы остается практически навсегда. Но если мы с вами будем смотреть на ситуацию в западной науке, то с моей точки зрения, конечно же, субъективной во многом, говорить о том, что Бахтин сейчас там играет какую-то важную ключевую роль, было бы некоторым преувеличением. Ну, например, общаясь с коллегами из Германии, я мне однократно задавал вопрос, вот насколько там читают Бахтина, насколько его чтят. И всегда, как правило, слышал ответ, что да, Бахтина мы знаем, помним, но сейчас нас интересуют куда более весомые, важные вещи. Я никогда не мог там остановиться на этом вопросе, задавал дополнительный, а что же вас больше всего интересует. Вот мои немецкие знакомые в один голос говорят, что их сейчас больше всего интересует цифровое литературоведение, что они всерьез верят, что скоро можно будет компьютеру задать вопрос любой, касающийся литературного текста, и он тут же дать ответ. Мне это было слышать несколько странно, потому что, конечно же, это напоминает вот эту давно, как мне казалось, сканавшую эту моду 60-х годов на такую тотальную математизацию гуманитарного знания. Но, видимо, наука развивается вот такими витками. Казалось бы, что-то исчезло, казалось бы, что-то навсегда уже утратило обаяние и живой характер, а потом это неожиданно в какой-то упаковке возвращается. Есть страны, где Бахтин куда более важная фигура, чем он является таковой для нас. Например, Бразилия. В Бразилии Бахтин едва ли не такой официальный философ. Это с карнавалами связано, наверное? Может быть, это связано с карнавалом частично, но я думаю, главное здесь упор на вот эту идею разноязычности мышления, равноправия разных голосов. И Бразилия как бы пестует такой культ Бахтина в полной мере. Давайте тогда уж обозначим эти тары и упаковки, драгоценные моему поколению филолога в том числе. Ну, я думаю, что если филолога любого, независимо от того, когда он закончил филфак разбудить и спросить, что у него ассоциируется с Бахтиным, хотя такая ситуация фантасмагорическая довольно, он, не открывая глаз, скажет бодро «Диалог, карнавал, хронотоп». И не случайно, вплоть до начала 2000-х годов, стараниями наших энтузиастов отечественных, издавался журнал «Витебский», который так и назывался «Диалог, карнавал, хронотоп». И это было, наверное, ну, здесь меня могут поправить специалисты в других областях науки. Единственный журнал в мире, который был посвящен изучению наследия одного-единственного ученого. Вот Бахтин эти удобные слова придумал. Другое дело, что за ними скрывается, но это уже предмет совершенно особого разговора. Мне всегда казалось, что вот придумать слово, может быть, даже важнее, чем сочинить для этого слова начинку. Как бы мы ни относились к идеям Фрейда, вот ту терминологию, которую он придумал, обойти сейчас, отодвинуть в сторону, чрезвычайно сложно. Как бы профессиональные этнологи, историки, ориенталисты не оценивали, например, теорию пассионарности Льва Николаевича Гумилева, да, само слово пассионарность уже впиталось в плоть и кровь нашего мышления. Ну, как звучит оно, главное. Оно и звучит красиво. И вот, кстати говоря, те же слова «Диалог, карнавал, хронотоп» — они тоже обладают какой-то поэтической аурой, да. Они могут существовать сами по себе. Как раз, что в целом наследие Бахтина — это такое дырявое одеяло, которое покоится на этих основных вешках. Диалог, карнавал, хронотоп. Но при этом, при всем в дыры этого одеяла филологи, они падали, как алиста за белым кроликом в сторону чудес. Вот с чем эта популярность, эта бешеная вообще связана? Ну, это вопрос довольно сложный, чтобы на него так вот ответить сходу, тем более однозначно. Мне кажется, что любая теория, которая претендует на то, чтобы быть популярной, причем массово популярной, должна быть, если такое выражение допустимо, максимально резиновой. То есть вот эти слова, термины, концепты, как сейчас модно говорить, должны давать возможность запихать туда, ну, практически все. И вот эти термины, о которых мы с тобой сейчас говорим, они такой резиновостью или эластичностью, несомненно, обладают. То есть если у человека развита фантазия, следы диалога, карнавала и хронотопа, он может обнаружить абсолютно где угодно. То есть для этого поиска, для получения результатов по его итогам понадобится не очень много времени. Я бы еще добавил, хотя как бы это только одна из таких вех в нашем сегодняшнем разговоре, что нужно все-таки четко разграничивать, что сделал сам Бахтин и что сделали его похлодники. Потому что если говорить ретроспективно, то, конечно же, наследие Бахтина — это не столько плод его собственных усилий, потому что из того, что я знаю об этом ученым, он все-таки занимался именно наукой как таковой. Его интересовал сам процесс мысли, поиска, обнаружение истины, как бы это, может быть, высокопарно ни звучало. И какие-то шаги в том, что можно было бы назвать научным маркетингом, он, наверное, не предпринимал. А вот дальше начинается очень любопытная история, как Бахтин становится вот таким гуру гуманитарной мысли, нашим всем, я имею в виду, например, филологов. Вот сейчас есть такое ответвление западноевропейской науки, которое называется «Антропология успеха». Вот не так давно на русский язык была переведена книжка довольно любопытная одного из основателей этого течения, Натали Эник, если я не ошибаюсь. Она как раз посвящена истории успеха Ван Гога. Как вот на протяжении времени культ создавался, развивался, приобретал какие-то черты. Я частично попытался вот в этой книге коснуться способов конструирования бахтинского культа, но я, с другой стороны, уверен, что здесь еще очень много можно обнаружить, открыть, переосмыслить, переоценить, потому что здесь сталкиваются два феномена. С одной стороны, действительно, некая научная концепция, некая научная теория, а с другой стороны, способы продвижения этой теории и в массы, и в пространство академической науки. А ведь академическая наука, она чем-то сродни спорту. Есть как бы стратегии достижения успеха, стратегии почивания на лаврах, стратегии сохранения вот этого трона, короля той или иной гуманитарной дистанции. То есть бахтин на длинной дистанции, он хорош оказался? Думаю, что хорош. То есть, читая вот эту книгу, можно извлечь любую информацию интересующуюся, вот человеку, который специализируется, например, в области изучения творчества Достоевского или в области средневековой народной культуры. Но вместе с тем, я думаю, что здесь еще можно увидеть скрытые механизмы того, как работает академическое сообщество. Они актуальны до сих пор? Это просто эти скрытые механизмы, они замешаны на Первой мировой, на революции и на всем остальном. Ну, я думаю, что какие-то черты воспроизводятся. Хотя, конечно же, если мы с вами посмотрим академическую науку дореволюционную, советскую, сегодняшнюю, то они не будут совпадать друг с другом. Вот есть такое наивное представление, что 91-й год, произошла некая реставрация, мы вернулись, ничего подобного. То есть, не нужно думать, например, что наука постсоветская идентична науке дореволюционной. Там есть очень, как бы, свои собственные подводные течения и механизмы. Я-то, кстати, считаю, что с точки зрения вот опять же такого пафосно звучащего явления, как служение мысли, науки, да, дореволюционная наука, она дает сто очков вперед тому, что было потом и то, что существует сейчас. Вообще, мне кажется, что Бахтин должен быть в какой-то степени благодарен советской власти. Это звучит несколько странно, я даже могу допустить, что чуть-чуть кощунственно, потому что ведь, по сути дела, советская власть жизнь этого человека сломала, а она не дала ему реализоваться в полной мере. Но, с другой стороны, я убежден и с радостью бы выслушал контраргументы, что если бы не произошло того, что произошло в 1917 году, и Бахтин бы имел возможность выражать свои мысли без какой-либо оглядки на существующую цензуру, на какие-то идеологические запросы, то, скорее всего, его научный путь, ну, был бы очень неприметным. Скорее всего, он бы затерялся среди множества, десятков, сотен, не менее и более талантливых людей той поры. А вот то, что из себя представляло пространство советской гуманитарной мысли 60-70-х годов, это пространство такое сумрачное во многом. И там, конечно же, Бахтин производил впечатление кометы 1812 года. При таком как раз своем отношении к этому персонажу, вы в своей книжке слой за слоем снимаете вот эту шелуху бахтинского мифа и вплоть до пустоты буквально разбираете этот миф. Зачем тогда было книжку-то про него писать? Потому что в разговоры о том, что бахтин – это лишь диалог, карнавал и хронотоп, универсальное понятие категории – это старый разговор тоже. Ну, на самом деле, конечно же, этими тремя категориями наследие бахтина не исчерпывается. У бахтина много работ других и, может быть, даже куда более важных, чем вот эти тиражируемые книжки о Достоевском и Рабле. Здесь просто большая опасность скатиться в разговор, который будет вестись со слагательным наклонением. Что было бы, если он… А вы только зачем этим занимались? Зачем этим занимался? Ну, я отвечу так. Есть несколько стратегий подступов к написанию книги. Сейчас, например, очень модной является стратегия написания книги к юбилею. То есть автор листает календарь и смотрит. В таком-то году мы отмечаем столетие такого-то писателя. Мы так живем, это стиль страны такой. Да. Значит, у меня есть три года в запасе. Если я создам что-то юбилейное, я могу получить некие бонусы материальные, медийные и так далее. Кто-то чутко ловит конъюнктуру, например. Ну, опять же, человек хочет подать заявку на грант, который увенчается написанием монографии. Естественно, что он даже на бессознательном уровне начинает как бы думать, а вот насколько я смогу угодить запросам вот этих грантодателей. Если он даже будет потом говорить, что я занимаюсь чистой наукой, то вот это желание угодить, соответствовать, оно все равно траекторию его поиска задает. Что касается Бахтина и вообще как бы моей работы в целом, могу сказать совершенно искренне, что всегда мною движет только одно – попытка разобраться в какой-то сложной проблеме или в загадке. Вот если для меня что-то является странным, непонятным, запутанным, таинственным, то это такой вот стимул заняться этими вещами. Вот Бахтин как раз такой был загадкой. Ну, во-первых, зачем отрицать очевидное? Вот мы причастны оба к филологическому факультету. К Бахтину, да. Студент-первокурсник открывает там книги, которые ему рекомендуют к прочтению. Конечно же, он будет испытывать аллергию на введение в литературу ведения, стандартный советский учебник. Он будет испытывать аллергию на стандартное введение в языкознание, а работы Бахтина, Лотмана, они будут казаться ему глотком свежего воздуха. Поэтому, естественно, когда я впервые прочитал Бахтина, это было замечательно, это будоражило в какой-то степени, это было провокативно. Но чем больше начинаешь сопоставлять идеи Бахтина с идеями других ученых, тем больше возникает вопросов. И вообще здесь очень важно как бы было попытаться проникнуть вглубь текстов как таковых, максимально отрешившись от той ауры, которая их окружает. То есть ведь вообще люди склонны к тому, что если многие люди другие что-то рекомендуют, значит в этом что-то есть. Фильм получил Оскар. Человек его начинает смотреть, его начинает тошнить, и он думает, ну как это можно смотреть? Но с другой стороны, мой друг Петр хвалил, я читал газету в журнале Афиши, там это расхваливали. Вот я набираю в интернете, говорят, что это гениально. Наверное, все дело во мне. И он, значит, скрипя сердце, расширив глаза, до конца смотрит два часа каких-нибудь арт-хаосных упражнений. То есть здесь такой подход был, во всяком случае предполагался, понять Бахтина прежде всего из своей собственной структуры, из структуры его текстов. Ведь Бахтиниана огромный и необъятный. То есть если, например, писать биографию Бахтина, то одна проработка всех текстов, которые были ему посвящены когда-то, она бы заняла, наверное, не одно десятилетие, потребовала бы усилий целого исследовательского коллектива. Естественно, как бы я такой возможности был лишен, поскольку нужно было сдать в определенные сроки. Поэтому главное было попытаться предпринять такое путешествие внутри бахтинских текстов. Хотя, конечно же, основные оценки, интерпретации, они, естественно, учитывались. Так что же вы поняли этого? Можете резюмировать как-то? Загадка, как открывалась? Я, наверное, самый главный урок научный, который извлек из работы над этой книгой, могу свести к тому, что я больше стал понимать механизмы функционирования литературы и ведения как определенного социального института. То есть, в принципе, всегда как бы мои симпатии были на стороне формального подхода к изучению литературы. Это заметно по книге очень. Заметно по книге? Ну, что ж, не знаю, хорошо. Он начинается с формалистов, а потом уже про бахтинные опросы. Да? Ну, не нужно забывать, что это все-таки люди одного культурного поля, не сказать, чтобы круга, да? Но они же как бы жили в одной плоскости и испытывали одни и те же проблемы. Так вот, тем не менее, я как бы осознал, что социальные факторы, конечно же, очень сильно влияют и на создание текста, и на его последующее восприятие. Это заставило меня как бы, ну, сместить некую оптику зрения, угол зрения для подхода, может быть, к следующим книгам. Ну, я бы еще, может быть, добавил, что ведь эта книга не ставит точку на бахтине, естественно. Есть такая ритуальная формула, расхожая. Часто авторы заканчивают свои изыскания этой фразой, что я был бы счастлив, если бы книга пробудила интерес к той теме или к тому человеку. Да, я действительно был бы рад, если бы эта книга позволила бы, подтолкнула бы людей к тому, чтобы прочитать книги Бахтина или о бахтине вынести какое-то свое собственное суждение. Ведь гуманитарные науки, в отличие от точных, они, наверное, не знают такой категории, как списание в архив и старость. То есть, понятно, например, что если человек поступает на математический факультет или на физический, ему нет смысла никакого подробно изучать трактаты алхимиков или те дисциплины, которые преподавали в германских и западноевропейских университетах в 15-16 веке. Точные науки развиваются так, что очень многое сразу оказывается уже архивным достоянием. А гуманитарные науки они не такие. То, что может показаться отвергнутым, странным, непонятным, ненужным, впоследствии способны воскреснуть. И, наверное, Бахтин сохраняет вот этот потенциал к актуализации, к возрождению, если использовать его любимую терминологию. То есть, вот сейчас на дворе 2018 год, что быть с Бахтиным спустя 30 лет сказать сложно, но так же сложно это будет сказать и о других властителях наших дум. А что бы вы сказали своим студентам, как читать Бахтина, чтобы не попасть вот в эти вот его пустоты загадочные и поэтические? Ну, я думаю, не только Бахтина, но и любые книги нужно читать максимально въедливо. То есть, вот постоянно задавать вопрос, находясь внутри абзаца, предложения, главы, действительно ли это так? Действительно ли это так очевидно? То есть, я призываю к тому, чтобы все время делать то, что в поэтике называют ретардацией, замедлением. То есть, медленное чтение? Своего рода медленное чтение, потому что даже фактическая сторона вопроса, она иногда оказывается ложным плывучим фундаментом. Вот если ты эту книгу читал, а я так понимаю, что тебе можно верить в этом отношении, ночами даже, чтобы не смущать родных. Так вот, наверное, может быть, ты запомнил этот эпизод, связанный с терракотовыми фигурами старух, хранящихся в Эрмитаже. Это одна из таких платформ, на которых строится теория карнавала, а если попытаться разобраться в первоисточниках, выясняется, что эта платформа оказывается такой очень и очень неустойчивой. То есть, самое главное, я докончу, самое главное, не бояться своего собственного мнения и суждения оценки. Но если читать эту книгу медленно, то может показаться, что вы разобрали полностью Бахтина до конца. В смысле, разобрали как конструкцию. И оказалось, что он практически везде вторичен. Его главные, самые яркие образы, которые лежат в фундаменте его понятий, они вот, как эта беременная старуха, оказываются отчасти ложными. И за что зацепиться, короче говоря, в Бахтине в таком случае вообще, чтобы использовать эти вещи как инструменты. Бахтин это человек, который себя не реализовал. То есть все-таки он себя мыслил философом, и вот этот переход на занятие литературы ведением, он, конечно же, во многом был продиктован соображениями и условиями внешнего давления. Хотя не нужно думать, это было бы ошибочно, что книгу о Достоевском он писал из-под палки, или тем более там диссертацию о Рабле. Это не так. Но если мы читаем Бахтина внимательно, то, наверное, это будет не только мое личное индивидуальное впечатление, рано или поздно мы видим, что бахтинский голос все время как бы замолкает на полусловие. То есть он никогда не проговаривается до конца. Потому что вот есть некие стенки, ограды, которые не позволяют нам это слово услышать в полной мере. Хотя, кстати, сам Бахтин, конечно же, само понятие завершенности не очень-то жаловал, не жаловал справедливо. И вот мне кажется, что в полной мере сохраняют свое научное значение различного рода заметки, такие эмбриональные даже, там, Бахтина о гуманитарных науках, его черновые записи, его, скажем так, наблюдения над романом. то есть, Бахтин это автор, у которого любой исследователь или человек, интересующийся соответствующей проблематикой, найдет зерна тех мыслей, которые потом превратятся, может быть, в его собственные концепции. А вот что касается расхожих представлений о Бахтине, таких википедийно-энциклопедических, клишированных, тут, наверное, все-таки бы настаивал на том, что это своего рода выражение вот уже ушедшей литературе веческой моды. Но Бахтина читать нужно, потому что это действительно собеседник. И еще один момент, наверное, стоит проговорить, хотя здесь не обойтись без перехода на какую-то лирическую тональность, очень важно усвоить уроки как бы вот самой манеры говорения, потому что Бахтина, да, да, который нам дает Бахтин, потому что ведь к сожалению, для меня во всяком случае, к сожалению, литературе веческая наука почему-то, ну, наверное, в результате вот такой моды тех же 60-х годов тщится, показаться математически солидно основательной. То есть многие литературеры считают, что если они говорят так, что невозможно понять, что они сказали без синтаксического разбора и многократного перечитывания, это якобы хорошо. Но я не думаю, что это так. Литература, литература ведения, это ведь литература о литературе, поэтому она должна обладать неким элементом, слово художественное здесь может быть не самое удачное, но что-то такое, что будет эмоцией сознания другого человека. И вот в лучших своих текстах или, может быть, фрагментах своих текстов Бахтин к такому говорению проникающему, да, вот, в сознание другого человека, настраивающего его на определенную волну, он к этому подходит. А у вас есть любимые куски? Любимые куски? Да. Где эта поэзия его, она вот звучит и классно. Я считаю, что, я это говорю как бы не ради того, чтобы уравновесить какие-то моменты, да, от негативной и положительной, я считаю, что творчество Франсуа Рабле это один из самых таких замечательных романов второй половины XX века. Романов? Романов. Я считаю, что творчество Франсуа Рабле это талантливый роман, который с интересом можно будет читать спустя еще долгие-долгие годы. Но именно роман. Но можно филологу не бояться и вот так вот почитать этот роман и по инерции, но не удержаться и чуть-чуть в этой стилистике пожить, вот этим языком пописать, вот эту недосказанность себе позволить? Можно. Ведь человек должен в своей жизни всегда через что-то определенное пройти. Вот какую бы вы позицию в жизни не выбирали, стать, например, скруджем, миллиардером, основать банк и обанкротить его, все равно вам, скорее всего, не пройти мимо такого эпизода своей биографии, как первая влюбленность. Вот хотим мы этого или не хотим, первая влюбленность всегда будет в детском или саду, в первом ли классе школы, на выпускном ли курсе магистратуры или еще когда-то. Вот и бахтин это то, что студент-филолог обязан принять, усвоить и уже потом как бы двигаться дальше. То есть, естественно, без обращения к бахтину, даже без попыток ему подражать, наверное, говорить о полноценном формировании полноценного ученого было бы нельзя. Другое дело, что здесь есть опасность такого, не заигрывания, это не совсем правильное слово, есть опасность заиграться. Вот настолько принять на себя правила игры, настолько уметь научиться говорить вот этим языком, что потом просто будет его простое механическое воспроизведение. Вот есть такая категория студентов-отличников, которые знают, что их любят преподаватели, и они знают, как нужно в начале экзамена сразу, какие слова произнести, чтобы преподатель понял, что можно ставить пять и отпустить его. И вот люди, которые научились говорить бахтиным, они вводятся в соблазн всегда во всех случаях говорить бахтинским языком, излагать уже какие-то заготовленные вещи. Когда я был студентом, одна моя подруга сказала, что с ее молодым человеком что-то происходит, он читает бахтина и становится умнее. Ну что ж, это замечательно, этому остается только радоваться, потому что некоторые книги, они наоборот иссушают и наше сознание, и наш ум. Вот пока мы с этой лирической нотки не соскочили, давайте все-таки скажем, что это был за человек, чтобы было понятно все то, о чем мы сейчас говорим, что это, видимо, трагическая фигура, у которой наравне с карнавалом, диалогом, полифонии существовали такие категории, как ответственность, покаяние и на фоне Первой мировой, на фоне революции, на фоне творчества Достоевского и всего этого интеллигентского вот этого груза российского. Это все другие краски приобретает. Что это было за человек, вот такой, как есть? Что это было за человек? Здесь я должен сделать небольшое признание. Оно заключается в том, что захлопнуть Бахтина в ловушку, в которой будет храниться разгадка его личности, не получается. Вот сколько не читая мемуаров, сколько не читая писем Бахтина, сколько не читая его текстов, всегда остается ощущение, что человек вот не столько стоит перед нами, сколько выглядывает из-за ширмы. Поэтому, если вопрос был задан в русле того, что вот можем ли мы стопроцентно, достоверно описать психологический облик Бахтина, его индивидуальность, я думаю, что, наверное, нет. А вот другие моменты я бы, может быть, подчеркнул. Вот мне кажется, что Бахтин фигура трагическая во многих отношениях и, может быть, самый такой любопытный урок, который нам его судьба дает, это как раз трагедия позднего признания. Бахтин стал всемирно известным ученым на закате лет. Ну, без какого-либо привлечения незадолго до смерти, хотя там прошло больше десяти лет практически после переиздания книги, посвященной Достоевскому. Вот мне было любопытно это смотреть. Человек как бы прожил жизнь и ему уже казалось, что она закончена, что все акценты расставлены, все произошло, и вдруг с ним на закате жизни происходит вот это странное возрождение, такое своего рода возвращение из того света. И мы видим, когда рассматриваем, изучаем эпизоды вот этой последней стадии биографии Бахтина, что на самом деле это все шелуха. Что вот признания, дифирамбы, гонорары, возможность безбедного существования, вот это нас подталкивает к той мысли, что все-таки самое главное это удовольствие от интеллектуального поиска. Опять же, это может быть выглядеть как какое-то красивое говорение, но это действительно так. Я думаю, что Бахтин в голодном Петрограде не имеет работы, по сути дела, перебиваясь случайными заработками, он был больным человеком, то есть, как вы знаете, он потеряет ногу незадолго до середины 40-х годов. но тем не менее, все эти вещи, они не компенсируют возможность заниматься интеллектуальным поиском. То есть, вот я иногда, почему я об этом говорю, я иногда вижу, что многие молодые люди, студенты, аспиранты, они пытаются прочертить траекторию своего пути в расчете на некий успех. Это модно сейчас. И многие даже поддерживают, именно так себя и ведите. Мне кажется, что главное это все-таки делать то, что тебе нравится. Звучат, мои слова, может быть, несколько наивно, но я думаю, что на самом деле это очень тяжело. Тяжело совмещать это, делать то, что тебе нравится и строить эту траекторию. Да, был такой писатель, к сожалению, уже покинувший этот мир, Дмитрий Горчев. И вот у него есть небольшой текст, который называется, по-моему, «Мое призвание». Вот он говорит о том в этом тексте, что понять, в чем заключается твое признание очень легко. Если то, что ты делаешь, не приносит никаких денег и никому не нужно, кроме тебя, значит, это и есть твое призвание. Вот мне кажется, что урок бахтинской жизни или биографии заключается в том, что нужно хранить верность своему призванию, не размениваясь на вещи, сопряженные с внешними сторонами успеха. Хотя, с другой стороны, кто же откажется от внешних сторон успеха, в том числе материального? Это вот все-таки по этой книжке кажется, что он действительно такой трикстер, что он все время меняет маски. Это действительно все происходило сознательно? Ну, я думаю, что там было переплетение моментов, ведь бахтин скрывал некоторые факты своей биографии в первые, там, два-три после революционных десятилетия. Ну, понятно, что по соображениям существующей политической ситуации. А с другой стороны, мне кажется, ну, такой вывод я, наверное, имею право сделать, что и в таком изначальном характере Бахтина была вот эта самая карнавальность, трикстерность, что мне кажется, что даже если бы не нужно было скрывать факты своего социального происхождения, какие-то родственные или прочие связи, мне кажется, он бы все равно не отказывал себе в удовольствие иногда как бы там разыграть собеседника, обвести вокруг пальца какую-то контролирующую инстанцию. Вот трудно, наверное, говорить о каких-то любимых эпизодах в книге, автором которой ты являешься. Здесь, наверное, опять лучше подобрать другие определения, но я люблю эпизод биографии Бахтина, когда он обвел вокруг пальца высшую аттестационную комиссию. Потому что если бы как бы ВАГ относился к документам, связанным с защитой диссертацией Бахтина о Рабле, ну, скажем так, сурово, методично и непреклонно, он бы как бы ее, наверное, забраковал, говоря, что вот это не соответствует, это не соответствует, чисто нормативные требования документов, не предоставлена там справка о высшем образовании или еще что-то такое. Бахтин сумел эти препоны обойти, то есть он сумел обхитрить московские, столичные, чиновничьи организации, за что ему честь и хвала, и я думаю, что в этом отношении с него нужно брать пример. То есть он был героем Плутовского романа, вот по вашей книге это видно. Ну, быть героем Плутовского романа... Астапом Бендером он даже там получился. Быть героем Плутовского романа, наверное, не так и плохо. Фигура Астапа Бендера, хотя сопоставлять Бахтина и Бендера, как бы однозначно это несколько странно было бы, но героя Плутовского романа симпатию читателя все-таки вызывает, мне кажется. Скорее он, чем тот, кого он удурачивает. Поэтому, когда Бахтин приписывает себе факты биографии других людей, этот эпизод вызывает у нас не какой-то праведный гнев. Одно дело, например, когда выясняется, что ректор какого-нибудь вуза, предположим, медицинского, свой диплом хирурга купил в подземном переходе станции метро Курский вокзал. Это нас расстроит. А другое дело, когда Бахтин начинает сочинять несуществующие эпизоды своего обучения в Германии под руководством крупнейших тогдашних немецких философов, это вызывает совершенно другую реакцию. Вообще, я должен сказать, что, наверное, перед нами лежит здесь, на этом столе, не столько биография человека, сколько биографии биографии, вот если позволительно такое слово сочетание использовать, потому что Бахтин всю свою жизнь создавал определенный биографический текст, и этот текст получился хорошо скомпонованным и сделанным, в него поверили многие, и он производил впечатление реальности и данности, а это попытка рассказать о том, как биография создавалась. Сама серия «Жизнь замечательных людей» она как бы предназначена не для каста литературы ведов, скажем так. Все-таки вот эта серия, имеющая давнюю историю, если там брать дореволюционное еще издание, уже сколько лет... Для народа. Да, для народа, да. Так вот, книга эта предполагает, что если кто-то заинтересовался вдруг этой личностью, случайно наткнулся на имя и фамилию Михаил Бахтин, и вот захотел он знать, кто это такой. Вот здесь она ему послужит таким руководством. Я не знаю, какое здесь слово лучше было бы подобрать, может быть, это своего рода пропедевтика бахтинская, может быть, это введение Бахтина. То есть можно, не считая Бахтина, взять эту книжку. Здесь перед нами литература и вед все-таки, поэтому биографическое исследование может быть первым хронологически, но как бы такое полнообъемное знакомство с Бахтиным, конечно же, без ознакомления хотя бы с книгой о Достоевском и с книгой о Рабле, оно, на мой взгляд, невозможно. Вот заканчивая разговор про миф, мне иногда кажется, что Бахтин, он весь в этом мифе, в этих больших категориях любовь, ответственность, покаяние, там, карнавал, хронотоп, что он весь вот в этой системе, и вы заканчиваете книгу на том, что мы можем войти в большое время через память о Бахтине, не может ли быть, что это и есть самая ценная возможность вот в таком масштабе мыслить и говорить, то есть, его книги, это обозначение пространства в литературу ведения? Я думаю, что да, потому что ведь память мировой культуры, она безбрежна, и действительно можно потеряться на этих участках, делянках, территориях, на тех пространствах, которые очерчены какими-то границами. И вот, если мы с вами окинем каким-то итоговым взором то, что написал Бахтин, тут я с тобой соглашусь, мы, наверное, увидим, что он всегда ведь ведет речь о самом важном, то есть, выбирает авторов, которые как бы созвучны не только какой-то одной эпохе, какой-то одной национальной традиции, какому-то тематическому пласту, например, отдельно взятому. Бахтин созвучен именно такому большому, серьезному разговору о самых важных вещах. То есть, да, Бахтин нас как бы сразу подключает к чему-то вот такому грандиозно важному, не позволяя утонуть вот в частных мелочах. И, кстати говоря, вот если мы вернемся к вопросу о секрете успеха, может быть, это и связано частично с этим, да, потому что человек раскрывает книгу какого-нибудь автора и видит, что там очень подробно изучены, сопоставлены редакции каких-то стихотворений, и в итоге выясняется, что стихотворение на самом деле было написано не в 1855, а в 1856 году. Для литературы ведения это очень важно, я говорю это без иронии, потому что литература ведения не может существовать без решения частных проблем. А с другой стороны, не нужно забывать о том, что все-таки литературу ведения, и мы Бахтина как бы просто людовство называем здесь литературу ведом, да, ведь шире как бы его направленность деятельности. Так вот, литература ведения, оно должно быть, во всяком случае, должно быть важной для всех людей. Если наука существует только для узкой группы какой-то, это не совсем наука, она всегда должна иметь выход на то, что соприкасается с запросами любого человека, независимо от того, чем он занимается, какой у него образовательный лиценз. И вот диалог с литературой в целом, наверное, удобно вести, в том числе и через Бахтина. Причем здесь вот Достоевский, это литература русская, а Рабле сразу нас подключает к многотысячелетней традиции, не только литературной, но и фольклорной, мифологической, ритуальной и так далее. То есть книга, книги, точнее говоря, Бахтина, это всегда... А не для всех вообще. Да, такой мост, по которому желающий может пройти и оказаться вот в том самом времени большой культуры в пространстве самых важных эпизодов такой коллективной культурной памяти человечества. Вообще, можно филологам, молодым читать философию и не бояться использовать философию в своих работах? Я уверен, что вообще самая продуктивная стратегия, поведенческая, исследовательская, она предполагает как бы движение на двух встречных линиях, не встречных, точнее, а на двух параллельных линиях или потоках. То есть, когда человек является специалистом только по одной эпохе, по одному автору, у него очень зауженное зрение, которое не позволяет ему видеть что-то, находящееся на стороне. И плодотворным, как правило, являются как раз те исследования, где что-то еще привлекается другое. Это может быть философия, это может быть даже математика, как это было в те самые шестидесятые годы, когда вот была такая эйфория. Мы выучим математическую логику, и математическая логика откроет нам все тайны поэтического текста. То есть, здесь, кстати говоря, наверное, какая-то общая тенденция развития, опять же, культуры в целом. Но давайте все-таки уточним, что такое бахтин в 21 веке и кому он там нужен. Иконостас иконостасом, но чтобы эта вещь оставалась рабочей, нужно с ней как-то обращаться. Ну, скажем так, бахтин – это один из таких необходимых собеседников. То есть, человек, согласно этой расхожей формуле, которая давным-давно растиражированная окаменела, должен там сделать в своей жизни три вещи. Я даже не буду называть какие, речь идет о мужчине. Так вот, мне кажется, что есть авторы, разговоры с которыми должны произойти в жизни едва ли не каждого человека. Причем, это не только студент гуманитарий, но и любой человек, который как бы интересуется культурой и считает себя образованным. Я не очень люблю вот эту идею перечень книг, которые необходимо прочесть, чтобы спокойно умереть, но бахтинские труды, книги о Достоевском и Рабле, прежде всего, хотя не только ими все исчерпывается, это то, что необходимо прочесть самостоятельно и вынести об этих книгах свое собственное суждение. К тому же, еще раз возвращаясь к тому, что прозвучало, инструментарии этих книг, их обороты давно стали как бы достоянием нашего общего языка. Мы не осознаем этого, но многие вещи как бы вот стали элементом нашего повседневного общения. Поэтому вот беседу с Бухтиным должен провести каждый. Конечно, повторяю, список этот условен, огромен, но я бы Бухтина туда поместил. Скажем, гуманитарий, он может помочь не сойти с ума в цифровую эпоху, в эпоху этого селф-мейд бесконечного? Думаю, что да. Я думаю, что человек, который находится в таком эйфорически приподнятом настроении от того, что его очаровывают возможности компьютерной лингвистики, цифрового литературы, ведения, перечитав или прочитав впервые Бухтина, будет уже по-иному относиться к тому, что ему казалось вот таким ключом от всех проблем. Ну, то есть вообще можно литературу начать читать по-другому, да? Думаю, что да. Думаю, что да, потому что ведь все равно Бахтин нам дает некие уроки диалога с текстами. То есть вот школьников учителя пытаются научить анализировать лирическое стихотворение. Они их пытаются научить, как правильно понять войну и мир или еще что-то. Бахтин таких вот уроков в виде алгоритма не дает. он не напоминает учителя, который стоит с указкой и следит за тем, чтобы его рекомендации пошагово зафиксировали в тетрадях. Но когда мы читаем интерпретации, разборы и анализы каких-то эпизодов преступления и наказания или других текстов Достоевского в упомянутой нами книге, то мы видим, что общение с произведениями классиков можно вести вот именно при такой диспозиции. Можно выбрать такой способ построения разговора. Что самое главное в этой диспозиции? Как на нее встать? Вот тому же самому школьнику даже. Вот Бахтин говорил о том, что смыслом обладает только то, что является ответом на вопрос. Ну я недословно цитирую, например, на так. То, что не является ответами на вопрос, вроде бы смыслом как таковым и не обладает. Поэтому мне кажется, самое главное, к чему должен стремиться вот такой начинающий читатель, это задавание вопросов текстом. Если текст не отвечает каким-то потребностям, не отвечает, не помогает решить какую-то проблему, я имею в виду проблему, конечно, не житейскую, а скорее там экзистенциальную, то, наверное, знакомство с этим текстом является пустой тратой времени. То есть, самое главное, при диалогическом общении с любым произведением это вот как раз умение задать и сформулировать вопрос. А ведь хорошо сформулированный вопрос, это уже такая высокая гарантия, если неправильного, то хотя бы значимого и важного ответа. Вашим студентам можно писать свои театруведческие работы так, как вы пишете эту книгу? То есть, за словом в карман не лезть, грубо говоря? Мне кажется, что это единственная правильная тактика поведения и стратегия. То есть, нужно писать как бы не лукаве перед самим собой. То есть, вот если ты считаешь, что дело обстоит так-то и так-то и объясняется тем-то и тем-то, то нужно писать так, как тебе это представляется нужным. Единственное условие и требование позаботиться о мотивировке и аргументации. Вот такой вот совет, когда ты пишешь всегда воображай перед собой такого гипотетического недоброжелательного критика, который будет придираться к твоим утверждениям. И вот если ты в уме возможные нападки переберешь и отразишь, значит, можно с этим предложением прощаться и двигаться дальше. Хотя, конечно же, все предугадать невозможно, каким-нибудь архивным открытием могут все потом перевернуть с ног на голову, но чисто логически аргументацию можно перебрать. Ну, смелее можно быть. Можно. И у Бахтина можно этому получить. Знаменитая история, я ее люблю рассказывать студентам, о том, когда Виктор Шкловский записался в семинар к Семену Афанасьевичу Венгерову. И Семен Афанасьевич Венгеров, один из корифеев тогдашнего академического литературоведения, прославленный биограф, ученый такого позитивистского закваса, заставлял поступающий к нему в семинар составлять анкету, заполнять, где указывалась стандартная информация, возраст, адрес, а дальше нужно было написать, ради чего ты хочешь заниматься в этом семинаре и чем ты хочешь заниматься в той науке, которую ты выбрал. И вот Шкловский в этой анкете написал, что хочет доказать, что все книги Венгерова абсолютно неправильны и глупы. И Семен Афанасьевич его как бы благосплонно это воспринял. То есть я считаю, что оглядываться студенту нужно только на то, что для него является критерием правильности и неправильности. Это тоже Бахтинский своего рода. Наверное, да. Можно пожелать всем смелости и больших мыслей. И на этом закончить этот разговор. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok